Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова физическую подготовку. А прямо сейчас команда продемонстрирует свою строевую подготовку. Мы с Кизилюрта приехали поболеть за нашу команду, воспитательная колония КВК. Надеемся на победу, держим за них кулачки, дети очень сильно волнуются. Для нас большая честь каждый год участвовать в целях воспитания молодежи, патриотического воспитания. И у нас огромное внимание мы уделяем этому фактору, чтобы ребята росли своими патриотами своего отечества, любили родину, знали основные азы, меры безопасности при обращении с оружием, что должны дети знать при пожарах, наводнениях, землетрясениях, при авариях, чтобы они были подготовлены. Незаурядные теоретические знания участники конкурса показали в интеллектуальной игре, где необходимо было найти правильные ответы в тестировании знаний, структур государственной власти и государственной символики. Назови, пожалуйста, мне структуру государственной власти Российской Федерации. Глава государства, законодательная власть, исполнительная власть и судебная власть. Понравилось учить с моей подругой Айкой. У нее творческое задание, а у меня новоотвечательные вопросы. Очень интересно, много узнала благодаря этим вопросам. Структуру государства узнала. Узнала председателя правительства Республики Дагестана, Сдунова Артема Алексеевича. Хотелось бы очень здесь работать, потому что здесь очень интересно. Раз витали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег на Крутой. Пока одни участники своего рода сдают экзамены, другие же активно готовятся к следующему конкурсу – творческому. Представители команды 7-й исправительной колонии уверены, что в музыкальном конкурсе им не будет равных. К каждому конкурсу мы готовились очень серьезно, ответственно. Ну, в музыкальном конкурсе, может быть, мы победим, потому что наша команда очень громкая. У меня очень хорошая команда. Мы знаем, что мы выиграем, и у нас больше победы в шансах. Почему ты так думаешь, что вы сильнее, чем все? Мы сильнее всех, из-за этого мы выиграем. Мой дедушка работал в уголовной исполнительной системе, а также мои родители работают в уголовной исполнительной системе. И я также, как и они, хочу и мечтаю ходить по их стопам и защищать свою родину. Для этого я участвую в таких вот конкурсах. Я пою офицера, матерей по жених, Возвратим пока живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, За Россию свободу до конца. Офицеры, россияне, Пусть свобода посияет, Заставляя в унифон звучать сердца. Следующий конкурс «Отдых на привале». Суть данного конкурса состояла в том, что за определенное время детям необходимо было оригинально сервировать столы из того, что ими же было и приготовлено заранее. В этом конкурсе отличилась команда лечебно-исправительного учреждения номер 4. Мы должны были представить обстановку, что мы вышли в лес, в поле, отдыхать, после присели отдохнуть. Что мы делаем в таких случаях? Мы, естественно, берем все самое полезное, потому что у нас были игры, веселье, танцы. Дети устали, а дети у нас нуждаются всегда в витаминах. Естественно, мы решили, чтобы в такой ситуации не обойтись без овощей наших любимых, без фруктов, белок. Все у нас присутствует. Наша композиция называется «Дары природы». Тут есть все, в принципе, что нам дарит природа. Мы очень творчески подошли к этому конкурсу, потому что действительно здесь нужно было проявить свои таланты, и максимально мы постарались это сделать. Каждый конкурс оценивало компетентное жюри. По словам организаторов, немаловажными критериями оценки команд стали сплоченность и умение проявлять себя индивидуально в каждом задании. Каждый ребенок по-своему хорош, и он каждый по-своему выражает себя. И он по-своему, даже придя на конкурс, они уже победители. Все они являются победителями. Ну, конечно же, будут победители, но проигравших, я думаю, в этом конкурсе не будет. Это однозначно. Я думаю, что девочки тоже должны защищать свою родину, поэтому я участвую в этом конкурсе в первый раз. Я иду к победе вперед-вперед, и даже не думаю отчаиваться. Патриот – это тот, кто любит свою страну, и когда я вырос, я буду защищать ее. Как ты думаешь, вы сегодня победите? Да. И что вы для этого делаете? Это мы стараемся, трудимся, трудиться, выступать и побеждать. А сегодня ты веришь в вашу победу? Да. Откуда такая уверенность? Ну, мы хорошо выступили. В итоге право называться лучшими в конкурсе «Юный страж порядка» получила команда лечебно-исправительного учреждения «Номер 4». Я являюсь представителем команды лечебно-исправительного учреждения «Номер 4». И с большим удовольствием с детьми готовились несколько дней к этому конкурсу. Конкурс очень интересный, разнообразный. Дети большие молодцы, они подготовились максимально. Я больше чем уверена, после окончания сегодняшнего конкурса, многие ребята сделали для себя выбор служить именно в уголовной исполнительной системе. Я очень этому рада. Второе общекомандное место заняла исправительная колония номер 7, а третье место разделили команды исправительной колонии номер 2 и отделы специального назначения уголовно-исполнительной системы Дагестана. Были также определены лучшие в отдельных номинациях. Каждый участник конкурса «Юный страж порядка» получил грамоту, медаль и сладкие призы. Уважаемые телезрители, это все, о чем я вам хотела рассказать. Мне остается напомнить, что с вами была программа «Служа Родине» и я ее автор, ведущая Сагибат Ихьяева. Я благодарю всех вас за внимание. До новых встреч в эфире. Берегите себя и все, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин